Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на канал Веса Дуниса. Сегодня мы приступаем ко второму разделу математики «Рациональные и десятичные числа». Думаю, что достаточно доступно объясню вам раздел «Числа». Мы прошли все темы, также разобрали примеры. Возможно, не все эти задания мы рассмотрели, но в дальнейшем мы еще будем решать такие примеры. Вы меня спрашиваете, где можно купить этот учебник. Я сниму отдельное видео на эту тему. Рекомендую вам приобрести этот учебник, а также учебник «Банк вопросов», что вместе со мной шаг за шагом проработать их. Также предлагаю, чтобы вы выделяли маркером все важные моменты. То есть при объяснении темы я буду говорить, что это важно. Выделяйте маркером. И после просмотра видео посмотрите, повторите эти важные моменты. Если вы не можете решить какие-либо задания, можете написать в Инстаграм, либо мне. Мы вместе посмотрим эти задания. Наша задача – быстро пройти все темы, разобрать примеры, также вопросы предыдущих лет, последние два месяца особо возможности не будет снимать видео, поэтому нам нужно как можно быстрее все пройти. Не будем терять время. Приступаем. Итак, рациональные десятичные числа. Рациональные числа обозначаются буквой Q. На самом деле мы в разделе числа проходили эту тему, но сейчас более подробно. Итак, рациональные числа буквой Q. Рациональные числа записываются в виде дроби, а разделить на B. При этом важно, что B не равно 0. Если знаменатель в дроби равен 0, то такое число невозможно, его не существует. Можем смело сказать, что это ошибочная запись. Как знаете, A – это числитель, B – это знаменатель. То есть это вы должны знать. Это важно. На этом уроке мы рассмотрим понятие простой, правильной, неправильной дроби и смешанной дроби. Итак, приступим. Простая дробь. Секунду. Простая дробь – это дробь, где знаменатель больше числителя. В русской математике мы их называем правильной дробью. Числитель всегда меньше знаменателя. Обратите внимание. Ну, например, 2 третьих. Или 1 вторая. Можно сказать и так. Правильная дробь – это число, находящееся между 0 и 1. Или между минус 1 и 0. Неправильная дробь – это дробь, где числитель больше знаменателя, либо равен ему. Например, 4 третьих. Или 3 третьих. Может быть, равно. Итак, неправильная дробь. Дальше. Смешанная дробь. Смешанная дробь – дробь, которая состоит из целого числа и дроби. Нужно уметь переводить смешанную дробь в неправильную. Например, дан такой пример. 2 целых 3 четвертых. Как мы это сделаем? 2 умножим на 4 плюс 3 разделить на 4. То есть целое число умножили на знаменатели и записали результат в числителе. Далее плюс то, что было в числителе, знаменатель без изменений. На самом деле, эта дробь представляет собой сумму целого числа 2 и дроби 3 четвертых. А если дробь с минусом? Минус 2 целых 3 четвертых. Здесь есть вот эти невидимые скобки. Поэтому мы сначала посчитаем 11 четвертых и потом добавим знак минус. Будьте внимательны, не вздумайте умножить 4 на минус 2 и сложить 3 и получить в ответе 5 четвертых. Это будет огромной ошибкой. Это очень важно. Например, нам дано минус 2 целых 3 четвертых умножить на 4. Здесь нельзя сразу сократить четверки. Часто допускают такую ошибку. Пишут минус 2 плюс 3 четвертых умножить на 4 и сокращают четверки. Это грубейшая ошибка. Вот этого делать нельзя. В таких заданиях мы в первую очередь должны работать с дробью. Будь она положительна, будь отрицательна, без разницы. Помним вот об этих невидимых скобках. Сначала переведем неправильную дробь. Минус 11 четвертых получится внутри невидимых скобок. И только затем умножаем на 4. Ответ получится минус 11. Мне часто задают вопрос, а разве умножение не в первую очередь надо делать? Нет, потому что эта дробь – это единое целое. Упрощение, сокращение дроби. И приведение дроби к общему знаменателю. Рассмотрим рациональные численно-числовой прямой. По сути, 0, 1, 3, 4 и так далее являются рациональными числами. Также минус 1, минус 2, минус 3 и так далее тоже рациональные числа. Но помимо них, все остальные дробные числа, которые находятся между названными только что числями, тоже являются рациональными числами. Решим примеры, тогда будет понятнее. Для того, чтобы из одной дроби вычесть другую, нужно, чтобы знаменатели были одинаковые. Для этого мы умножим первую дробь на 4, а вторую на 5. Получится 4,20 минус 15,20. 4 минус 15, это минус 11 числитель и в знаменателе 20. Минус 11,20 получили. Следующий пример. Опять нужно привести к общему знаменателю. Первый дробь умножим на 2, второй на 3. 4,6 минус 9,6. Результат минус 5,6. Следующий пример. Также приведем к общему знаменателю. Умножим на 5, первую дробь, вторую умножим на 4. И получим 15,20 плюс 16,20. 15 плюс 16, 31. В знаменателе 20, 31,20. Продолжаем решение примеров. И здесь умножим первую дробь на 2, вторую на 7. Получается 4,14 плюс 2,7,14. 25,14 в ответе. В следующем примере. Сначала действие в скобках. Делаем 1 умножить на 2 равно 2, минус 1. Получили 1, вторую. Теперь плюс. Вторые скобки. 2 умножить на минус 3, минус 6. Плюс 1, минус 5. Минус 5 вторых. Уберем знак плюс. Итак, 1, вторая, минус 5 вторых. Получилось минус 4 вторых. Сократили. Минус 2. Дальше сначала сложу 2 и 1. Это 3. Смотрите, здесь минус лучше будет, если вынесу минус за скобки. В скобках 3, четвертых плюс 3, пятых. Сюда поставим 5, сюда 4. Умножим. Получается 3. Так, минус 3 умножить на 5, пятнадцать. Пятнадцать двадцатых. 4 умножить на 3, двенадцать. Двенадцать двадцатых. То есть 3 минус 27 двадцатых в скобках. Умножу 3 на 20. Это 60. 60 минус 27. 33. Знаменатель 20. 33 двадцатых. Далее. О чем говорится далее. Если Q со знаком плюс, то значит, это рациональное положительное число. Если с минусом, значит, отрицательное рациональное число. Поехали дальше. Следующий пример. Здесь вижу одинаковые знаменатели. 3, пятых и минус 3, пятых. Уничтожили. 1, третье. Минус 1, третье. То же самое остается здесь. Вы сейчас говорите, учитель, это был легкий пример. Следующий смотрим. Смотрите, здесь между скобками знак плюс. Я с легкостью раскрою скобки, просто сотру их. Если бы здесь были знаки, знак минус, пришлось бы менять знаки внутри скобок. А так все остается как есть. Итак, 1, вторая и минус 1, вторая ушли. 1, третья и минус 1, третья ушли. Остались эти две дроби. Приведу к общему знаменателю. Умножаю на 5, умножаю на 4, 5, двадцатых минус 4, двадцатых. Результат 1, двадцатая. Внимание! Вот это важно. Число в отрицательной степени, а здесь это а в минус первой степени, мы можем написать в виде дроби. 1 разделить на а. Если дана дробь 2, третьих в минус первой степени, нужно поменять местами числитель и знаменатель. Проще говоря, перевернуть эту дробь. То есть 2, третьих в минус первой степени – это то же самое, что и 3, вторых. Теперь рассмотрим примеры на умножение и деление дробей. При умножении мы умножаем числители и умножаем знаменатели. При делении дроби первую дробь оставляем как есть, а вторую переворачиваем. Затем перемножаем две дроби. То же самое здесь и в остальных примерах. Просто задания могут выглядеть по-разному. 1 без изменений. Первое без изменений. А разделить на б переворачиваем. Будет поделить на а. Получим б делить на а. Это и есть правило деления. И дальше примеры. 1 умножить на 3 равно 3. 2 умножить на 4, 8. 3 восьмых. 1 умножить на 6, 6. 5 умножить на 7, 35. 6, 35. Тут тоже самое. Тоже можно перемножить. А можно сначала сократить. 2. 1 умножить на 2, 2. 1 умножить на 5, 5. 2, 5. Не забывайте ставить единицу. Сократим. Сюда 3, сюда 1. 1. 2 умножить на 1, 2. 3 умножить на 4, 12. Можно сократить. 1, 6. Следующий. 1, 2 без изменений. 1, 3 перевернули. Это будет 3 первых. 3 умножить на 1, 3. 2 умножить на 1, 2. 3 вторых. Смотрим, что дальше. Пример третий. Знаменатель. 2 умножить на 2, 4. Минус 1, 3. 3 вторых. Знаменатели. В числителе есть 3. Умножить. 2 первых. 2. Минус 7. Минус 5. Минус 5 вторых. Посчитаем, что в скобках. 3 без изменений. 3 вторых перевернули. 2 третьих. Тройки сократили. Результат 2. Умножить на минус 5 вторых. Двойки сократили. Осталось минус 5. Далее. 1 седьмая без изменений. 6 седьмых перевернули. 7 шестых. Поставили знак умножения. Семерки сократили. Ответ 1 шестая. Далее. 1 без изменений. 1 третью перевернули. 3 умножили. 3. Следующая. 1 вторая без изменений. Знаменатель перевернем. 2 третьих. Умножим. Двойки сократили. 1 третья. Дальше. Числитель 1 шестая без изменений. Знаменатель перевернем. Не забываем, что 2 и дробь 2 первых – это одно и то же. Перевернули. Получили 1 вторую. Умножили. Получили 1 двенадцатую. Еще пример. 1 пятая без изменений. 10. Это 10 первых. Перевернули. 1 десятая. Умножили. 1 пятидесятая. Дальше смотрим четвертый пример. Между скобками знак плюс. Можем продолжать, просто игнорируя скобки. Тут есть 1 вторая плюс 1 третья минус 5 минус 3. Сложим. Получается 1 вторая плюс 1 третья минус 8. Если переведем к общему знаменателю дроби, то получим 3 шестых плюс 2 шестых минус 8. Просчитаем. 5 шестых минус 8. 6 умножить на 8 минус 48 плюс 5 минус 43 шестых. Это у нас числители. Знаменатель. Здесь между скобками умножения нужно сначала решить то, что в скобках. 6 умножить на 2 равно 12 минус 5. 7. 7 шестых умножить. 2 умножить на минус 3 минус 6 плюс 3. Это будет минус 3. 3 вторых. Перемножу. Получается минус 27 двенадцатых. И числитель и знаменатель отрицательны. Результат будет положительным. Числитель берем без изменений. 43 шестых. Знаменатель перевернули. И записали как 12 двадцать первых. Теперь сократим 6 и 12. 2. Больше сократить нечего. Перемножаем. Получили логеря 8. 6 двадцать первых. Ответ В. Решим примеры. 1 плюс. Дальше есть деление. 1 пишем. Знаменатель переворачиваем. 2. 1 плюс 2 равно 3. Следующий. 1 минус. Эта единица остается как есть. Знаменатель перевернули. 3. 1 минус 3 равно минус 2. Дальше. 2 умножить на 2. 4. Минус 1. 3. 3 вторых. 2. Минус 1. Умножить на перевернутую дробь. 2 третьих. Решаем. 2 минус 2 третьих. 2 умножить на 3. 6. Минус 2. 4. 4 третьих. Следующий. 2 умножить на 1 равно 2. Плюс 1. 3. 3 вторых. 1 плюс. Перевернули. 2 третьих. 3 умножить на 1. 3. Плюс 2. 5. 5 третьих. Следующий. 3 умножить на 1. 3. Минус 1. 2. 2 третьих. 1. Плюс перевернули. 3 вторых. 2 умножить на 1. 2. Плюс 3. 5 третьих. 5 вторых – ответ. Дальше пятый пример. В первой скобке 2 умножить на 1 равно 2, минус 1, 1 вторая, переверну, получили 2. Итак, в первой скобке 5 вторых минус 2. 2 умножить на минус 2, минус 4. Вычтем из 5 4, 1, 1 вторая. Это первые скобки. Во второй скобке 2 умножить на 1 равно 2, плюс 1 равно 3, 3 вторых. Теперь разделим. 1 вторую умножить на перевернутую 2, 2 третьих. Двойки сократили. Осталась 1 третья. Теперь 1 вторую нужно вычесть 1 третью из 1 второй. Приведем к общему знаменателю. Сюда 3, сюда 2. 3 шестых минус 2 шестых равно 1 шестая. И, наконец, 1 вторую умножить на перевернутую 1 шестую, то есть на 6 первых. Сократим. Ответ 3. Все. А дальше у нас цепные дроби.